Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, лак домарный можно использовать как покрывной и ретушный между слоями, а пихтовый лак можно использовать как покрывной и ретушный? Или ретушный? Спасибо! Скажу вам, что я никогда серьезно не интересовался этими технологиками, когда нужен именно этот лак, а когда нужно. Единственное, что я знаю про покрывной лак, что им лучше покрывать спустя немалое время после тщательной просушки картины. А домарный, пихтовый, все это, ну, как можно было бы на леном масле писать, а можно и на другом масле писать. Так же и лак, и тот, и другой вполне сойдет, и даже покрывной вполне сойдет в качестве участника тройника. Вот. И, ну, скажем, покрывной акрилостероловый, который сейчас везде продается. Я вот эти вот нюансы... Ну, и ретушный, конечно, вот перед началом работы, все жухлые места, ретушный лак, конечно, успокаивает. Ну, как бы убирает. Вот. Ну, вы такая... Я, как бы, и люблю эти запахи на короткой дистанции, а когда четыре часа стоишь и пишешь, и весь в облаке лака... Поэтому я предпочитаю, в основном, пользоваться разбавителем слабопахнущим на первом этапе, а потом масло. Ну, так предпочитаю и я. И я вам скажу, что я не специалист в этих нюансах. Есть художники, которые так тщательно там подбирают эту краску с этой лучи не смешивать, потому что через 300 лет она потемнеет. Ну, меня это мало развлекает. Используете ли вы какие-либо программы для фотографий, прежде чем написать на холст? Если да, то какие? Да, мы с Ванечкой тут периодически увлекались программами фотошопа и переводом фотоматериала в картину с помощью. И очень приличные результаты получались. Может, мы потом вам и сделаем несколько, кстати, Фанечка. У меня есть видео такое. Вот, может даже показать, что получается. Хорошее дело, очень хорошее. Ну, единственное, что Фанечка может вам ответить на этот вопрос. Потому что я в технике такой... А, в такое видео есть, Фанечка, да. Я просто в технике настолько немощен, что вот только одну кнопку ВКонтакте умею нажимать. Так, ну, вопрос. Рисуете ли вы интерьерные картины? Давненько, да, не рисовал. Ну, раньше приходилось, ну... Ну, как формат заказа. Ну... А, ну, на уроках, да. На уроках, да, люди частенько приходят с интерьерными задачами. Делали многое. Но это не мое. Хотя вот я с людьми работаю и в этом направлении, а сам нет. Ну, как-то. Так, вопрос. Есть ли какое-то правило или, по вашему личному опыту, как подобрать цвет для теневых участков? Цвет... А, например, для розовых пионов. То есть, на свету он розовый, а что будет с теневой стороны? Извините, если вопрос глупый, но я сама никак не дойду до ответа. Совсем не глупый вопрос, а очень правильный. Со времен импрессионизма тени стали голубить. То есть, импрессионисты, ходя на пленэр, обнаружив эти синие тени, синие, сиреневые, они стали эти же тени вытворять и в помещениях. Хотя в помещении тень как бы теплая. И сейчас сама по себе тень – это набор всяких рефлексов. Свет, он достаточно прост. Грубый разбел оранжевизны. Когда-то желтоты, когда-то розовизны, когда-то оранжевизны. А вот тень с ее рефлексами, поскольку нет этого грубого попадания света, а есть такой рассеянный, вот она может быть какой угодно. Ну, в первую очередь, как со времен импрессионизма с сининочкой. Кстати, вот интересно, да, например, облака над морем плывут. Вот интересный момент. Плывут облака над морем. По идее рефлекс на теневое облако, теневая она снизу, естественно, свет сверху на облаке. Снизу рефлекс от моря. Он же должен быть голубым, а он очень часто очень теплый. Иногда прямо оранжевит, а тут есть хитрость. Если земля дает рефлекс, она дает теплый рефлекс, когда зеленоватый, когда голубоватый, когда даже зеленоватый. Когда просто синенькое, или розовое, или еще что-то. А море, оно же как зеркало работает, и море отражает оранжевость света, но отраженный свет уже звучит как рефлекс. То есть он уже не является в полном смысле слова рефлексом, а является отражением света в лучах на облако, и облако получается теплым. В общем, теневая это сгусток рефлексов. И чтобы их понять, увидеть, там можно увидеть и сининку, и розовинку, и коричневинку, и зеленинку. Вот это набор рефлексов. Ну понятно, можно усложнять, можно не усложнять. Но со времен импрессионизма рефлекс, вернее теневая, она как бы с сининкой. Угу, это был вопрос от этой темы. Так, следующий вопрос от Виктории. Первый. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то трюки, как высушить картину, написанную маслом, быстрее? Конечно. Поставить на нее дующий обогреватель. Или над газовой плитой. Включить газ и поставить вот этот поток газового тепла, конечно, быстро высушит. Да, приходилось такое делать. Очень быстро сушит. То есть на утро у тебя сухая картина. А сколько так нужно было держать? Ну, если на ночь поставить, то на утро практически сухая картина. Так, ладно. Что Вы думаете по поводу использования водорастворимых масляных красок? Насколько они лучше или хуже? Не пробовал. Лен или канвас, что лучше? Лен или хлопок, конечно, лучше лен, но лучше он только тем, что престижнее. Ну, так принято, что лен – это классика холста, а хлопок – это имитация холста. Но пока Вы не продаете свои картины на Сотбис или хотя бы выше 2-3 тысяч долларов за картину, волноваться по этому поводу не стоит. И даже если продаете… Сейчас на чем только не пишут. Даже на гофрокартоне. И это тоже является картиной. Ну, если Вам позволяют средства, можно делать все, что хочешь. Конечно, Лен лучше. И вот спрашивают, планируете ли Вы проводить видеоуроки по акварели? Когда-то в глубоком… в глубокой молодости… Я действительно писал акварелик много. Ну, кормил семью акварельками. Эффективно очень. Я их делал по 10 штук в день. Они были вот такого… А четвертого, пополам… А четвертого… А третьего, да? Не, наоборот. В общем, такие небольшие акварелики. Садился. Три часа. И десять акварелек готовы. И они очень хорошо уходили. И так у меня… Там не было пятьсот тем. Такие. Чисто озерца. Отражение в воде. Солнышко закатное. Облачка висят, как белье на веревочке. И много деревьев, деревьев, деревьев. Да, делал. И они таким спросом пользовались хорошим у меня. Что в Германии тогда… Челноки все ездили в Германию. И в том числе туда везли, допустим, акварели. А оттуда уже все остальное. Ну, картины в том числе везли, да. И часто на этих уличных ярмарках встречались покупатели моих акварелей. из разных источников. Вот. Ну, продавая их. То есть, чтобы продать, привозили. Ну, может быть, когда-нибудь я покажу. Потому что, действительно, они были у меня очень технологичные. Ну, такие технологичные, что… И очень нежные. Может, у мамы где-то еще дома осталось? Десятка-два. По-моему, сейчас в Крыму. Я их не могу достать, показать. Игорь, в давних семинарах вы рекомендовали избегать черного цвета. Да. Виноват. Не его розовым, с голубой пиццей. Сейчас используйте. Что? Я пропустила. Вот. Ну, я и тогда говорил, что часть художников категорически против черного, часть категорически за. Вот у меня период за. Можно? Можно? Хорошая краска. Как делать по правилам межслойную обработку? Вот, опять же, по вопросам технологии взаимодействия красок и слоев, есть такие педанты, которые исследуют это все. Но это не я. Ну, я вам скажу так. Ван Гог отлетает от холста. Толща краски Ван Гога отлетает от холста. Эти специалисты там придавливают стеклом, чтоб не отваливалось. И ничего, пусть придавливают. Была бы картина хорошая. А если там что-то... Ну, понятно, что и кракелюр может появиться, и то, и все. Столько, может быть, неприятностей вдруг вот такое, как паутина, пятно. Ну, что-то вот у меня, допустим, мои картиночки стоят. Некоторым уже больше десятка лет. Живехонькие, здоровехонькие. Так, и вопросы. Будут ли возобновлены очные занятия в Москве к осени? И как раз попутный вопрос. Будут ли пленеры в Крыму? Смотрите, в моем ближайшем кругу, ну, почти семейном, очень много, вернее, несколько человек пострадало от коронавируса всерьез. То есть не просто так. Ну, вот неожиданно прервалась связь чего-то вдруг. И вопрос был такой, что планирую я осенью возобновить очные уроки в Москве. И я начал проговаривать о том, что в нашем близком кругу уже несколько серьезно пострадавших, легкие пострадали, ну, очень серьезно. Прямо вот предъясные очи. И поскольку семья у нас большая здесь в Переславле, мы решили сократить максимально контакты с людьми, потому что по 10 человек в день, понятно, вероятность значительно выше. Особенно в Москве. Вначале мы смеялись над этим всем коронавирусом. И, в общем-то, оно и было коронавирусом. А теперь это все-таки показывает, что опасность есть, и опасность очень тревожная. Ну, сами мы вроде как в январе тоже переболели. Ну, иди знай, может это был грипп просто, а мы тут... Хотя симптомы были очень похожи. Я хотел сказать, что не знаю 8 июля. Посмотрим, как будет складываться. Потому что осенью как бы все ждут этой второй волны. И, конечно, не знаю. У меня остался формат индивидуальных уроков в Переславле. В Крыму, да, не водят пленеров, пока и не планируют пленеры. Я вам скажу, пленеры это так тяжело. Когда я выходил с ученицами, с которыми мы так комфортно работали в мастерской, а потом выходим на пленер. Дождь палил, комары покусали, с деревьев всякая труха летит. Им казалось, что пленер это так нежно на природе. А это еще и физическая нагрузка колоссальная. Поскольку в основном это женская аудитория, то я как бы как организатор... У нее упал мольберт. Я и как организатор, и как джентльмен должен его поднять. И это все превращалось... Ну, в общем, вы сами понимаете. Игорь, посоветуйте, чем протирать просохшую работу для дальнейшей прописки. Маслом невозможно лессировать и тонко положить краску только толстым слоем. А тонким скользит может просто лайтспилит? Нет, не лайтспилит. Будет очень сухо. Он тут же будет улетучиваться? Нет. А что ж маслом будет толстым слоем? Никаким толстым слоем. Натерли маслом работу. Это, кстати, я сегодня не писал, поэтому у нас здесь стоит. Натерли маслом. Допустим, она высохла. Она, конечно, свежая. Натерли ее маслом. Тряпкой собрали все лишнее. То есть у вас просто такая слегка потненькая поверхность. И вы тончайшим слоем можете положить вещество, лессировочное вещество краски. Что-то вы придумали. Оговорили масло. Вопрос следующий. Чем же посоветуете... А, это то же самое, только в личном сообщении. Так, не получаются цветы. Вернее, не получаются декоративно-симметричные, как на самоварах. Мне неизбежно надо осваивать точный рисунок. Что делать? Ну, чтобы они не были как на самоварах или как на шкатулках, как на досках для... То копируйте художников, которые работают густой краской, мощно, обобщительно. Вот эти обобщительные, экспрессивные работы с натурой. Они... Вот вы сделаете пять копий, из вас этой шкатулщина истребится. Ну, может, десять нужно сделать. Но... Истребить, иначе начать мыслить. А мыслить иначе вы сами как бы не можете всерьез. Значит, нужно покопировать тех художников, которые именно так и мыслят. Неросписно. Так. То есть, вы, прочитывая их ход мысли в работе, невольно начинаете его перенимать. Здравствуйте, Игорь. Скажите, пожалуйста, возможно ли освоить вашу технику только по онлайн-трансляциям и видеоурокам? Я пыталась написать пионы по видеоуроку, но что-то пошло не так. Ну, конечно, лучше чередовать общение с опытными художниками, в том числе со мной, и работу по видео. Потому что, когда вы вплотную приближаетесь к краске и видите и количество, и качество кистей, и качество... Даже вот как они замешаны на палитре. Как выглядит вообще палитра. Ну, кстати, тоже вот эта проблема. Я на очных уроках постоянно требовал, чтобы и палитра тоже была в состоянии палитры, а не просто горы красок, где-то какое-то месиво. То, конечно, вы начинаете корректировать и понимать, о чем они говорят, когда проговаривают на видео. Потому что вы это тактильно ощутили. Вот чередовать. Пять раз побыли через видеоурок с художником, а один раз сходили и пообщались очно. Ну, чередование очень хорошее было бы. Выход из положения. Может один раз из десяти ходить художнику или один из пяти, но все-таки коррекцию эту делать. Потому что вы иногда не слышите. Художник, допустим, настаивает на чем-то? Или он не настаивает, а просто проговаривает. Ему кажется, что вы уже должны это понимать, а вы это не понимаете. Какие предостороженности нужны при работе с черной краской? Чтобы она не была глухой. Чтобы чернота не была как дырка в холсте. Или как черная дыра в космосе. Чтобы это... Или красноту туда. Или охру. Или... Чтобы она не была чернотой, беспросветной. Только это. Ну, понятно, что если линейная обводка, она может быть чисто черной. Но она тоненькая. И тоже, чтобы она немножко вибрировала, мерещилась. Потому что, если она будет просто чернющей линией, то тоже будет как порез на холсте. То есть, чтобы она не была слишком откровенна черной. Расскажите, пожалуйста, как покрыть картину лаком. Или мой пролок уже... Ну, это... Просто набрать в ютубе, как покрыть картину лаком. И десять человек вам расскажет эту простейшую затею. Ну, есть пшикалки. Можно пшикалками так подойти и запшикать покрытым лаком. И не морочиться. Для женщин я рекомендую вот такую упрощенную схему. Как с тоном научиться обращаться? Тон – это самое сложное в живописи. Ну, и вообще в рисунке. Работа в тоне важнее, чем работа в цвете. Если вы не попадаете в степени темности предмета, или его двух составляющих – освещенной и теневой, если вы не попадаете, то вы не можете выразить идею этого предмета. Тон? Ну, тренировать глаз – что тут поделаешь? Да, есть люди, которые не берут эту тему тональности. Вроде бы с линейным рисунком справляется хорошо, а тонально не берет. Ну, не попадает. И в цвете чувствует хорошо, а в тоне не попадает. Это да, это проблема. Тренировать тон. Вы сейчас покрываете холсты охрой почти в каждой картине. Зачем? Ну, вообще, я вот уже даже заготовил несколько тональных там покрытий. Не только охрой. И английской красной в разбеле, допустим, синенькой чуть-чуть. Ну, чтоб такая была. Грязная сиреневость. Розовые грязца. В белом так легко сразу взял. Вот вчера вот даже покажу. Я сделал подкладку здесь. Вот какого-то вот такого цвета. Чуть-чуть светлее. Сразу раз – небо готово. И оно сразу густо, можно положить хорошо, мягко. Оно сразу закрасило мне этот кусок. Этот кусок еще придется еще одним слоем покрывать, чтобы он стал полноценным. А здесь уже была подкладка, и он сразу с первой прописки стал полноценным. И вот эти цвете я уже наращивал сверху на грязцу цветовую, которую мы изначально, сначала все практически художники кладем, чтобы от нее уже плясать красивому цвету. И я за один присест легко, весело, непринужденно сделал вот эту работу. Ну, я ее сделал как видеоурод. Так что советую, просто лень, каждый раз лень. Надо взять и наделать себе на 30 этих, чуть-чуть разного цвета, цвета, чуть-чуть разного тона этих подкладок. И письмо будет вдвое быстрее. Вам не придется откладывать работу на потом, чтобы, скажем, добить какие-то пятна, которые требуют второго слоя. И эта грязца, она хорошая, как бы, связка, гармонизирующая связка всей картине. Она будет везде помигивать, помигивать и гармонизировать всю цветовую идею картины. Поэтому очень рекомендую натонировать себе холсток. Мало того. Обычно первый слой мы кладем, и он очень скользкий. Он такой скользкий-скользкий. А если мы заложили вещество краски на холст, она очень долгое время будет тянуть в себя масло из следующего слоя. Она будет тянуть масло из следующего слоя. То есть масло сразу начнет топнуть в тот предыдущий слой. То есть в течение минимум недели краска не окаменела, и только вы начали писать, топнет, и становится такое вязкое и очень удобное письмо. И очень удобное письмо. А белый холст, у нас сначала идет проблема его от белизны избавиться, потом он становится из-за этого скользким, и многие вещи пробуксовывают в первом этапе. Ну, мне кажется, мой скользкий. Самый главный, приглавный для меня вопрос, как писать фотографии. Как понять, что отбросить, что в дымку увести, что выделить и как. Фотоаппарат выдает отличную четкость и на средних планах. На горах, например, отлично видно множество трещинок и ложбинок, и все их хочется прорисовать. А меня потом критикуют за это. Но ведь они красивые такие. Как научиться обобщать, не теряя красоты? Вот, например, вы пишете с реальной фотографией какой-то. Какой примерный алгоритм действий по изменению того, что реально видите на фото, а в то, что будет на картине? Простите, если за что вы знаете. Вы все правильно, очень актуальный вопрос задали. И эта проблема не только для начинающих, а огромная проблема для уже художников. Потому что научиться красиво обобщать, что-то игнорировать, это очень серьезная проблема. И некоторые художники достигли просто асы этого. Другое дело, что часто простому человеку не очень нравится обобщение на картинах. Но культурный слой, он, конечно, видит качество именно творца, то есть творческого потенциала этого художника. Вот. Чтобы научиться обобщать, можно, например, поступить так. Вот выбрать какую-то тему, ну скажем, скажем. Допустим, обнаженная фигура. Вы, может быть, знаете, что часто художники ходят вечером на, так сказать, какие-то наброски. И вот фигура три минуты постояла в одном положении, три минуты в другом положении и так далее. И вот за эти три минуты художник должен нарисовать полноценный продукт. И он что делает? Он вынужден брать только самое актуальное. То есть он не все подряд срисовывает, потому что, знаете, у него времени в обрез. Он берет самое актуальное. И учится таким образом обобщать и игнорировать. Списывать куски какие-то, касания списывать. И вот мы часто видим эти вот набросковые вещи очень, очень поэтичные. Именно потому что работа была на скорости. Можете, кстати, один из... И вот, допустим, вы выбрали какую-то тему. Пусть это не обнаженка, пусть это натюрморт, цветы. И посмотрите, как другие профессионалы в этом работают. Просто покопируйте их способ обобщения. А потом делайте аналогии. Вот, допустим, написали цветы с натуры. Бернее, скопировали цветы с натуры. Потом взяли такие же цветы. Примерно так же поставили. И попробовали сами, в этой же обстановке, в которой художник примерно поставил натюрморт или букет. Сами произвести те же обобщения. Ну, чтобы вообще осмыслить, пройти вот коридорами мысли опытного хулигана. Ну, такие художники, которые хулиганисты пишут. Вот. Потом еще раз, потом еще раз. А потом, может быть, и несколько тем захватить. Или писать на скорость. Вам деться будет некуда. То есть, вы должны писать, если вы взялись писать, допустим, вот эту работу, и потратите на нее не так, как я, допустим, планирую часа четыре. А у вас полчаса на все. Можете себе представить, как вам нужно гнать мазки, как нужно отшлыривать неактуальные вещи и акцентировать актуальные. Вот. Если картина не пошла и пропало желание дописать, возможно ли поверх работать? Идеальный вопрос, конечно. Чуть-чуть наждачкой прошлись, погубили самые грубые наросты краски. Потом сделали тонирование каким-нибудь цветом. Ну, вот. Хоть каким. Ну, хоть вот таким. Хоть вот таким. Затонировали. Через два дня, когда краска... Ну, или через три-четыре дня, когда краска уже привяла-привяла или почти высохла. Пишите, и у вас все прекрасно. А, ну, единственное, что если у вас небо, а там сильно грубая фактура, то, конечно, надо повернуть так, чтобы небо не имело этих кучегур краски. Что делать, чтобы научиться писать картины смелее и быстрее за один сеанс, а не растягивать процесс на несколько дней? Вот я в предыдущем вопросе ответил. Ставьте на время себе задачу. Просто, понимаете, на время ставить задачу это растить свое мастерство и прочее, прочее. А мы часто выполняем такую задачу, которую нам нравится, хочется сделать и как-то по-особенному. Ну, или угодить зрителю, покупателю и прочее, прочее. Мы начинаем выписывать, вылизывать. Ну, вот вместо физзарядки утром пришли в мастерскую. Кстати, терпеть не могу тему физзарядки какой-то. Пришли в мастерскую утром. И за полчаса намахали картину. Ну, художники любят так, намахал картину говорить. Ну, приседал, короче. Ну, приседал, да. Вот. И у вас начнется этот прорыв, потому что у вас появляется опыт решения задач быстро. Ну, выбирайте, конечно, понавыбирайте себе задач, чтобы утром пришли, а у тебя на эту работу, ну, не лежит душа. Вот, выбирайте себе три десятка картиночек, чтобы пришли. Вот сегодня на эту лежит. Пишу свои картины на масле. Не применяю никогда разбавитель, лак и другие средства из-за аллергии. Вопрос, будут ли долгое время на них сохраняться краски, не пожухнут ли цвета? Не пожухнут и будут сохраняться. Единственное, что скользко. А, ну, вот. Вот вам это тонирование холста. Самое оно. С этим же маслом затонируйте. Ну, чуть дольше будет сохнуть, чем с разбавителем. Затонируйте холст. И когда вы через неделю к нему подойдете, все масло, которое вы будете класть, оно будет топнуть. И вы на масле прекрасно будете себя чувствовать. То есть, на масле, допустим. Или просто начинаете на масле писать, и масло сразу же уходит в холст. Вот вам подсказка идеальная. Тонируйте холст. Тонируйте краской. Прямо краской. Ну, почему охра особенно? Охра это такая... Это же глина. И она очень быстро сохнет. И как-то вот... Хорошее... Хорошее у нее цветовое содержание, благородное. Вот для вас выход полный. Так. Как лучше хранить кисти? Как не пыталась отмыть, все равно сохнет. Поэтому сейчас держу в масле. Как долго они могут в масле находиться? Все правильно. Конечно, можно кинуть их в масло. Можно кинуть их в банку с водой. То же самое будет, что и в масле. Чтобы кисти, которые засохли, их засохшись разбить, закипятили в воду. Насыпали порошок, допустим, в ковшичек. Ну, там, я не знаю, вот такую дозу порошка. Вот такую, вот такую. Ну, можно такую. Ну, если у вас там, допустим, 10 кистей, уже ждут мойки. Вот такую дозу порошка насыпали. И кипятка, ну, стакан кипятка. Вот такой вот, ядреный, только что сделанный кипяток. И туда кисти начинаете вкручивать. И с них это все начинает рассыпаться. Ну, а потом уже деликатненько, намылив в мыльце, ладошечку благородные кисти отмыли. А еще, можете взять простую бумагу, там, от 4-го формата, нарвать ее немножко. И, как делал один мой приятель, он слюнялил кисть и в бумажку заворачивал. И у него кисть, как только что вот из магазина снимаешь бумажку, а там она засохла вот так. И прямо ждет, ждет работы. Слюна немножко ее прихватила, как бы немножко склеила. Ну, может, у него клейка была. Ну, склеивает. Бумага прижала со всех сторон и кисть, как новенькая. После того, как он ее об руку уже помыл полностью. Потом слюна, потом бумажный конвертик. Так, будут ли подробные уроки по написанию портрета? И да, и нет. Ну, будут, конечно, все будет. Я надолго настроился на эти видео. Просто портрет, как бы сложная задача. И я, конечно же, в связи с тем, что я перешел в другую отрасль, так сказать, экономики, я, конечно, должен сначала обслужить массовые чаяния. А потом уже более, ну, уже как-то больше будем с отдельными чаяниями работать. Как смягчить черты лица ребенка, если картина уже просохла, чтобы ребенок не выглядел старичком? Это серьезная проблема, чтобы ребенок не выглядел старичком. Действительно, даже опытные художники, которые прекрасно работают в пейзаже и еще где-то какими-то заморочками, отберутся за портрет и ребенок старичок. Ну, допустим, вы написали уже портрет. Вот, допустим. Уже написали. Незаконченная работа висит, но поскольку это моя любимая женщина. Вот, допустим, набрали, набрали, все набрали. А, если бы он уже засох и все еще старичек. Вот, допустим, вы снова подошли к работе и попадите вот прямо во все цветики и тоники. А потом возьмите широкую кисть и мягко повплавляйте одно в другое. Ну, меру определите такую, чтобы было немножко такое марево изображение. Не Четкач, а марево. Более поэтичное. Поэтому эту меру размазывания проследите. Просто здесь контрастный портрет. А, как правило, детский портрет мы редко рисуем прям таким контрастным. Поэтому, если вы просто еще раз наберете малое, малое, малое количество вещества. Причем намаслили мордашечку, намаслили, вытерли масло. И осталась потненькость. И всюду, попадая в тон, везде положили малое количество вещества. Оно прозрачное даже, собственно, нижний слой уже вполне звучит. И только чуть-чуть, как припудренное лицо у женщины. А потом взяли эту широкую кисть и мягко-мягко по ней, по вот этим полутонам, полуцветам прошлись. И, самое главное, лицо ребенка часто делаю как гуттаперчевое, резиновое. И что-то у меня было сказать по поводу этой резиновости. А, есть, вот импрессионисты, опять же, понаизобретали, как сделать цвет тела не резиновым, как часто на старинных картинах, а как живым. И вот мы на уроках, ученицы со мной, как правило, согласны, ученики, что если мы выберем три основных цвета, это, чтобы был эффект ягодки на свет, чтобы мы смотрели на тело, а оно персик. Мы берем три основных цвета. Это персик, его световые и теневые, то есть это розовость, чуть-чуть розовый с коричневым, чуть-чуть розовый с синеньким. Но это вот такие розовости и вариации. Берем белый виноград, опять же, с вариациями. То он зеленит, то он чуть-чуть оранжевит, то он желтит и цвет мандарина. Это как бы кадмий красный в разбеле, а иногда и уже и без разбела. И получается очень такое нежное цветовое сочетание, когда мигают то одни, то другие, то третьи. Мы боимся зеленый положить, а вот виноградный зеленый положить, вот цвет белого винограда. И у нас появляется эффект ягодки на свет. И действительно, мы и на уроках это, они все любят, все, кто был на уроках, это понятие, что вот эти три цвета. И каждый раз все опять забывая, какая еще там ягода. Вот, так что, вот эти, если вы с цветом этих трех ягод для себя, для своего сознания разберетесь и будете использовать теле, никогда не будет гуттаперчивости. Какое лучше освещение для написания картины? Где лучше писать картины? В помещении, где много окон и света или в полутемном помещении? И то, и другое, и третье. Раньше художники часто даже при свече писали, чтобы вот эту таинственность создать и свое сознание в таинственность вогнать. А потом уже, допустим, пописали, 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 а потом достали на свет и довели до, как бы, до качества живописи. То есть сначала взяли качество вложения души, чувств, а потом уже и качество живописи довели. Ну, а на серийных картинах часто, они монохромные часто, поэтому многие из них просто присвечают. Все равно, можно много света, можно мало света. Иногда даже художники создавали эффект странного освещения в комнате, так что, чтобы создать странность в картине, как бы, особенность какую-то, особую проявленность. Так что, всякое. Знаю, что некоторые краски при смешивании дают неожиданную реакцию, или грязь, или пожухание, либо затрескание впоследствии. Как это запомнить и избежать неблагоприятных реакций? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, понятно, что это все бывает, и это, ну, педантично исследуйте. Но я вам скажу вот про эту розовую. Женщины очень любят ее, а поскольку основная аудитория у нас женщин, пинг розовый, да, 213, стал уже, без очков, близко не видеть. Да, пинг розовый. Если вы будете в качестве розовой использовать эту картину, вот, допустим, у меня тут розовый везде присутствует, но это благородный краплак из мастер-класса. А вот если вы эту задействуете, она очень красивенькая, такая красивая, в разбиле вообще, ну. Ну, вот если вы ее задействуете, то через три месяца она вся станет, как диатезные щечки ребенка, или щечки ребенка с мороза. То есть она вся, везде, где она побывает, она съест соседей. Ну, вот про эту точно знаю, про остальных, честно говоря, не исследовал, потому что мастер-класс выпускает вполне приличные, ну, самые приличные практически в мире краски. Советская власть позаботилась, чтобы у художников все было в этом смысле в порядке, потому что они были рупором власти. Вы часто используете ультрамарин в смесях, со временем картины не портятся, многие от него отказались. Вот опять же, Ван Гог, картины Ван Гога отваливаются от... Я вам скажу так, иногда действительно смотришь на картину 30-летней давности свою и думаешь, ну, неужели я мог так благородненько взять. А время взяло и дооблагородило картину. Не потому что я тогда понимал, что делаю, а потому что время сделало вот эти вот химические реакции, и картина стала с духом времени. Чем вам плохо? Я не знаю, вообще не проблема. И вы же видите, как отличаются музейные картины от современных картин. Просто даже сходите в музей, сходите на выставку современных художников, которые пишут, допустим, реализм. И вы увидите эту колоссальную разницу. Свежие картины, но они совсем другие, чем те. Так, опять же, про подмалевок. Вот как понять, какой он нужен будет? Понятно, понятно. Какой нужен подмалевок? Любой. Вы можете одну сделать с нарочитой охрой. Другую можете к охре добавить черной и белила. И будет такая уже легкая зеленца. Третью сделать охра с английской красной в разбеле и еще черной добавить. На треть, на четвертый разбил синий или голубой, или еще что-то. Вы понаделайте много. Или, допустим, голубая и черная, и в разбеле. И черная погасит ядовитость голубой. И будет такая легкая грязца голубоватая, почти серая. Все что угодно. Ну, единственное, что лучше, чтобы это был грязненький цвет. Потому что любой цвет, который вы будете класть сверху, лучше, чтобы он уже украсивливал. Ну, собственно, так масло и живет. Оно сначала кладет грязцу, потом на этом месте звонко дает цвет. Так. Ну, тоже про краски. Используют ли сейчас современные художники свинцовые белья? Как вы к ним относитесь? Никак. Вот опять же. Вопросы технологии – это не ко мне. Вот те, кто любит вот эти вот сверхтонкости. Ну, у них надо спросить. Я никогда не писал с сенсором. А какими цветами писать с черно-белого фото? Ну, можно грязально, а можно... Ну, вот дай мне вот этот портрет. Да. Вот у нас был урочек. И мы написали вот эту девушку. Ну, чем... Чуть ли не черно-белое исполнение. Ну, фактически грязаль. Если бы не красные губы, так грязаль. Если мы знаем, какого цвета свет и какого цвета тень на теле, то мы легко решаем этот вопрос. Единственное, что он чуть подсинил. Черный. А здесь у него все в порядке. Вот и персик. Вот мандарин. Зеленотики. То есть белый виноград. Вот и все. А на свету цвет оранжевит. То есть, чуть желтит, чуть охрит, чуть розовит. Но все вместе как бы оранжевит. Разбеленно оранжевит. Все цветовые здесь. В тене. Ну, опять же, я говорю, добавил чуть-чуть синьки. Добавил вот этих рефлексов. Как бы там как будто дневной... Вернее, вечерний свет, да? А отсюда дневной. Ну, или наоборот. Это ламповый свет. А это немножко дневного света с какого-то другого бока. Так что, если мы знаем... Особенно, если речь идет о портрете, я так понимаю. Потому что зачем природу писать с черно-белой фотографией? Мне кажется, ни к чему. А в портрете, или в обнаженной фигуре, или в фигуре, да. Надо как бы знать, как ведет себя белая одежда. В тени, на свету. Чтобы узнать, как она ведет себя, надо сделать несколько копий, чтобы осмыслить этот цвет у тех цветовиков, художников. Ну, например, Валегов. Прекрасный, ну, вообще. Хочешь узнать, как писать белый? Это к Валегову. Сделать несколько копий Валегова. Да и тело тоже. Нравятся ли тебе картины поп-арта? Собираешься ли ты снять по ним в руки? Будем, конечно. Все будем делать и поп-арт. Ну, сказать, что я хоть немножко их предпочитаю сам, не за что. Так, спрашивают, сколько эта картинка стоит? А мы ее что не выставили в аукционе? Во ВКонтакте? А, ну, может быть, вы не ВКонтакте. Ну, у нас аукционы там в этом. И от 10 тысяч мы продаем, ну, стартовые 10 тысяч, если там накопилось, допустим, 15, уехало. Накопилось там 12, уехало. Накопилось 20, уехало. Вот, отправляем, да, по всей стране и за рубеж. Так, и еще. Расскажите, пожалуйста, про интуитивную живопись. Интуитивная живопись – это очень скользко. То есть, мы знаем классику цвета. И вот как раз тоже вопрос к тему. Абстракцию надо учиться писать? Смотрите, мы знаем, да, кстати, это близко. Абстракция, интуитивная – это близко. Мы знаем классику цвета. Живопись состоит из трех главных цветов. Если они у нас есть, то мы можем уже делать живопись. Это голубая или синяя. Ну, то есть, голубые, красные, желтые. Все остальные являются вспомогательными. Первый вспомогатель, конечно, в первую очередь – это белила, чтобы силу темности этих троих увеличивать или уменьшать. И всякие там охры, коричневые – это все вспомогатели. Поэтому мы можем всегда начать на чистом холсте просто с использования этих троих. Мы знаем, что художественней будет, если мы сначала дадим грязцу, а потом будем чистым цветом поджигать. Чистым цветом или разбелинами. Вот уже мы два хода имеем художественных. Еще ничего не изобразим. Просто раскидав цветовые пятна на холст. Потом, раскидав эти пятна, скажем, хаотично, мы можем попытаться увидеть в этом хаосе, то есть не закрашивательно сделать, а именно как-то хаотично. Или вот, допустим, понакидали, понакидали цветовых пятен, потом взяли их и превратили в какое-то месиво, какую-то конфигурацию странную. А вы начинаете смотреть, что там хочет или не хочет появиться. Ну, к примеру, да? Ну, или абстракция, она может быть такая графичная, может быть пластичная и так далее. Но вот первые два хода, которые мы можем сделать на пути к интуитивной живописи, это заложить цветовое настроение. Каждый человек все равно выберет свои цветовые приоритеты. У одного в приоритете красные, у другого синие, у третьего желтые. Ну, как бы солнечные, да? Вот, поэтому вот уже первый приоритет. То есть, собственно, художники во многом отличаются своим отбором тем, отбором цвета, отбором идей. И здесь вы совершаете сразу отбор цвета. Потом вы знаете этот художественный прием, что на гресце лучше, чем на... Из этих троих запросто можно сделать гресцу. И вот уже там где-то поджигаете цвет. Что касается рисунка, вы можете рисовать наивно, ну, как Остап Бендер рисовал. Но если это сделано художественно, а художественно мы уже по цвету поняли как. А если мы еще знаем, что такое художественность в рисунке, чем отличается, что художественность на касаниях, то есть касание одних пятен к другим, то мы даже какой-то детсковатый рисунок, наивный рисунок можем превращать в художественное произведение. Что и мы видим на примере очень многих наивных художников современных. И они часто в предпочтении перед серьезными профессионалами. А, закончилось? Да, заканчивается? Спасибо. Ну да, ну, может еще что-то там? Давай еще пять минут. А то я так разговаривался. В последнее время беда с покупными холстами. То грунт стеклянный, то как губка. Все правильно. Чем лучше догрунтовывать холст? Не знаю, чем лучше догрунтовывать. Лучше найти... Понимаете, вы сами, если будете исследовать тему холста, вы убьете много времени, понадобится вам много опыта рисования, кроме убитого времени. Вот чем хорош завод по производству холста? Он целыми днями исследует, что художникам лучше. Может больше проклеить? Или может меньше проклеить? Или может зерно уменьшить? Ну, что они там? Я не знаю, что они там подливают, подкладывают. А у нас многие фирмы, которые продаются в этих магазинах для художника, делаются эти холсты в соседнем подъезде, парочку каких-нибудь нанятых пьянчушек, просто делают эти холсты самым грубым, пошлым образом. Если вы видите, что у холста на завороте, вот здесь, на завороте, чистый холст, не прогрунтованный, это значит, что он в соседнем подъезде сделал пинчушкой. Даже если там будет красивая бумажка, какая-то громкое имя фирмы, холст заводской, или как бы человек, который научился делать холсты, он делает большие полотна и тщательно в основном делает, и потом вместе с холстом загибает туда. Так что, имейте в виду, что загнутость и непрогрунтованность вот в этом месте, это уже дрянь. Вот, классный вопрос напоследок. Назовите, пожалуйста, важное качество продаваемого художника. Вы сами должны быть продаваемы как личность. Вот, ваша личность должна вызывать интерес. Потому что, ну что, ну, картина, ну, картина. Сейчас все в картинках, фотографиях, картинках. Вот вы сами, если интересны, у вас будут покупать. Как правило, это так. Вот на сегодняшний день, как правило, это так. А эту интересность, тут вы фактически артист. вы выходите на сцену, говорите текст, который уже все давно знают. Уже, казалось бы, зачем эту банальщину. Нет, они ходят послушать ваш тембр голоса, вашу манеру подавать материал, себя и прочее. Себя нужно тоже еще подавать. Не знаю, насколько это получается у меня, но я, вот видите, что-то сделал для этого. Вроде как и заметили. А есть просто люди с оригинальной внешностью, с необычной внешностью, с необычным голосом, с необычным взглядом и магнетизируют. Поэтому, кстати, может быть, даже стоит для выставок держать и автопортрет, где вы себя презентуете через автопортрет. Чтобы человек зашел и подумал, ага, вот этот человек, значит, это все пишет. Интересно. Ну, а еще дать с собой связаться через... Кстати, вот, ну, кстати, вот, ну, вот, кстати, сейчас расскажу. Часто друзья просятся в ВКонтакте, и, допустим, девушка приглашает в группу, где она, как бы, принцесса, художник Пупкина. заходишь посмотреть на Пупкину, там целых 140 человек. Ну, это же смешно, да? 140 человек в поле не воин. И там уже столько этих постов. Она трудится каждый день, что-то там посты выставляет, а людей 140, и это уже за последние полгода не меняется. И не может поменяться. Потому что, ну, это же надо быть такой Пупкиной, с огромной буквы П. что я всегда предлагаю, там, допустим, девушка говорит. Вы создайте группу с интересным контентом, чтобы этот контент сам по себе был вот жутко интересным. Если ты связан с живописью, значит, все, что связано с живописью, много-много всяких, в том числе картиночек, каких-то акционов, каких-то перепостов, понакидать, 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 понакидать. И когда понакидаешь, понакидаешь, и у тебя там уже 20 тысяч человек, тут ты начинаешь рекламировать себя. И все чаще посты с твоими картинами, с твоими сюжетами и с твоей жизнью, потому что человеку интересно заглянуть, о чем там живет художник. И вот уже процесс пойдет. А так чего вдруг? Вот эти 140 у нее и будут еще несколько лет. По-моему, я замечательно финишировал. Все, до свидания.